На сегодня и в Москве одним из самых масштабных, конечно, станет шествие профсоюзов. Начнется демонстрация уже через несколько минут. И впервые с 91-го года она пройдет на Красной площади столицы. За приготовлениями следят наши корреспонденты Дина Иванова и Алексей Конопко. Они на прямой связи со студией. Коллеги, здравствуйте. Дин, первый вопрос вам. Что же сегодня будет происходить на Красной площади? Оля, здравствуйте. Ну, начну сначала с того места, где мы сейчас работаем. Это театральная площадь. Здесь свой митинг проведут коммунисты по традиции. Правда, немного позже, после обеда. Ну, а основное внимание сейчас, как вы правильно сказали, приковано к Красной площади, где впервые с 91-го года пройдет первомайская демонстрация. С такой инициативой выступили профсоюзы и столичные власти. Эту просьбу удовлетворили. Организаторы шествия подали заявку на 100 тысяч человек, но вполне возможно, что участников будет даже больше, ведь по ходу движения к шествию может присоединиться любой желающий. А сейчас на Кремлевской набережной уже начинают собираться участники этого шествия. Ну, а старт колонны запланирован на 10 часов утра. Участники демонстрации пройдут вдоль кремлевских стен до Васильевского спуска и оттуда уже выйдут на Красную площадь. Пока демонстрация даже не началась, но уже известно, с какими лозунгами будут идти сегодня ее участники. Лозунги не политические, все они социального характера. Вот, например, такие. Достойный труд, справедливая зарплата. В России заработал, в Россию и вложи. В шествии профсоюзов будут принимать участие также представители партии «Единая Россия», представители Общероссийского народного фронта. Свои флаги в Москву отправил и Севастопольский городской совет профсоюзов, так что можно смело утверждать, что новые российские регионы, пусть и на расстоянии, но в столичных первомайских мероприятиях тоже участвуют. Если какие-то москвичи не хотят участвовать в демонстрациях, для них сегодня тоже приготовлено немало интересного.